С начала эпидемического сезона 2022 года в больницы с укусом клещей обратились уже более 7 тысяч жителей Татарстана. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. К тому же это на 1,3 раза выше среднем многолетнего уровня. Укусы клещами зарегистрированы во всех муниципальных образованиях республики, кроме Апастовского района. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Казани, Набережных Челнах и Альметьевском районе. На эти территории приходится примерно половина всех случаев нападения клещей. Здесь, скорее всего, две причины. Первая – это то, что была холодная весна, май именно, который был больше похож на октябрь наш. И, соответственно, все это задержало выход клещей, поэтому у них произошла задержка. И, соответственно, увеличилось вот это количество выхода клещей в начале июня. Ну и второе – то, что большинство людей также никуда не уехало у нас из Казани, из России. Осталось здесь и в начале июня стало отдыхать за городом. Соответственно, количество укушенных тоже увеличилось. В Татарстане от клещей можно заразиться энцефалитом и боррелиозом, он же болезнь лайма. Оба этих заболевания страшны тем, что поражают центральную нервную систему. У них разные возбудители, разные симптомы, но в обоих случаях все очень неприятно и опасно, вплоть до паралича. Энцефалит на территории Татарстана встречается в 30 районах из 45, а по боррелиозу эндемична вся республика. Можно ли обезопасить себя от клещей, применив бытовые способы борьбы? Или все же нужно прибегнуть к вакцине? Защититься от клещей можно, во-первых, есть аэрозоли достаточно хорошие, ну а второе, это соответствующие противоэнцефалитные костюмы. Либо, когда вы идете в лес, лучше заправлять брюки или штаны, значит, спортивные, в носки, носить одежду на молнии. Ну и прививаться, конечно, от энцефалита стоит тем людям, которые работают в местах, где эпидемиологическая обстановка очень сложная. Если вы постоянно находитесь в лесу, конечно, здесь необходима прививка. Ежегодно Роспотребнадзор утверждает список территорий, где будет проводиться противоклещевая обработка. Как правило, это общественное пространство, где бывает много людей. Специалисты, выждав благоприятную погоду, распыляют там химикаты, которые убивают клещей и их личинки. В этом году, по словам пресс-службы Роспотребнадзора, на территории республики было обработано 1821 гектар территории, что составляет 80,5% от плана. Карина Саяхова, Универньюс.